В ночь с 18 на 19 января было далеко до трескучих крещенских морозов. На улице стояла температура около минус 3 градусов. Непривычно тепло для праздника Крещения Господня. Поэтому и желающих окунуться в Иордань было больше, чем в прошлом году. За 45 минут искупаться пришли около 40 человек, среди которых преимущество было за мужчинами. Мне очень понравилось. Первый раз купался. В общем, всё замечательно. Водичка тёплая. Всем рекомендую. Здравствуйте. Отлично. Шикарно. Я просто по второму кругу. У меня надо срочно одеться. У меня ощущения просто классные. Ой, хорошо. Прямо замечательно. Первый раз? Нет. Уже раза в 10. На пруду Боровом и Иордань оборудовали всем необходимым. На подходе к купели сделали специальные настилы, лесничные ступеньки и перила. Сотрудники МЧС определили безопасную глубину для купания – полтора метра. Спасательная бригада всё время дежурила около проруби. А для хорошего освещения работала пожарная машина. Здесь сотрудники УВД, правопорядок, пожарные, освещение обеспечивают сотрудники полиции и ГИБДД. А Юрку тоже. ДЭП предоставил автобусы для переодевания. Крещенские купания на пруду Боровом проходили в ночь с 18 на 19 января с 22 до 3 часов ночи. В связи с ковидными ограничениями в автобусы для переодевания пускали по несколько человек. Хотя в холодную воду заходили новички, мероприятие прошло без несчастных случаев. Спасать нет, но, скорее всего, больше подхватывает. Потому что человек, когда заходит, начинает нырять, человек неподготовленный, выныривает, он просто теряется. Он не понимает даже, куда выходить. Он может пойти в ту сторону, в сторону водоёма, в заседку. То есть приходится его за руки хватать, направлять. Ну, чтобы такого, чтобы критически, когда скорая помощь, помощь медиков нужна такого не было. Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников, которые ещё называют Богоявлением. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в водах Иордана. По народной традиции на крещение во льду вырубают прорубь в виде креста, который называется Иорданью. А перед массовым купанием воду в ней освящают. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.